все подключилось ну что друзья мы в прямом эфире посмотрите на наших хозяев сегодня посмотрите так всем здрасте пока присоединился один человек здравствуйте ну и мы начинаем мы начинаем у нас сегодня такое разнообразное меню и отсутствие оператора поэтому будем друг другу помогать да начнем мы знаете с чего мы начнем я и я честно говоря не знаю как это будет называться ну что-то типа морса а можно будет поставить сейчас давайте оль значит смотрите у нас там что у нас смесь смесь получается там ягодно-фруктовая потому что там сливы клубника ежевика по моему если ты хочешь я тебе могу дать ложку держи мы туда добавим воду и мы добавим знаете я купила сегодня этот сироп топинамбура думаю мы все про здоровье про здоровье давайте сироп топинамбура сделаем так наталья у нас будет готовить сегодня салат из кальмаров значит смотрите наталья вам даю соседейник вам нужно будет нарезать кальмары произвольно как вы хотите их в салате держите кроме мы приготовим немножко по-другому у нас будет салат из кальмара в котором будут кальмары основа и будут там перепелиные яйца поэтому мы приготовим одновременно это в нашей посуде можно сделать поэтому нарежем произвольно кальмары закладываем сотейник и туда же заложим пепелиные яйца ольга я не знаю давайте пару ложек наверное надо же но это пимонур обычно его всегда на это на дачах там виде картошки растет и он считается сорняком но очень полезный я вообще вижу что впервые что-то даже делают из него сироп да да вообще топинамбур да само растение очень полезное да и сироп из него не повышает он не противопоказан даже насколько я знаю людям страдающим диабетом это растительный сахар у нас есть растительный сахар там стерия да и на будет а что это рассказывайте на вторую программу поставила которая сначала вакуумирует а потом измельчает и убивает это все программа функция вакуумации позволяет сохраниться наибольшему количеству питательных веществ и которые есть в ягоди да вот татьяна у нас впервые на мастер-классе ольга расскажите вы уже пользуетесь этим прибором расскажите что какие функции он вообще может выполнять в приборе есть горячая и холодная чаша и разнообразные функции можно приготовить различные смуги супы-пюре соусы детское питание коктейль со льдом он измельчает лед измельчает виноградный сок можно приготовить даже если в винограде есть косточки он измельчает косточки потом отдельная я ему благодарна за то что он приготавливает ореховое молоко я постоянно это пользуюсь так что это не знаю что мы арахисовое орахисовое молоко дайте ну еще медальнее но самая еще эксклюзивная функция что он само моет да вот это вообще все поэтому подаливается вода также ну к функционеру и чаша сама как бы ну сама себя ну как моет это тоже очень оригинальная функция такая дело в том что внизу там очень острые ножи да и для того чтобы не поранились особенно если там заблезнение где-то там внизу да то соответственно есть функция очищения чаши у нас 8 автоматических программ и ручная программа функции холодных блюд да и есть еще функция чашек для горячего приготовления смотрите друзья наши посуде мы можем готовить холодной посуде или в горячей посуде когда мы нагреваем то есть если в данном случае мы хотим приготовить кальмары мы закладываем в холодную посуду яйца яйца нужно хорошо помыть и мы тоже сюда кладем да причем смотрите что самого ну для меня приятно вот например если яйцо даже у вас плотно что из карлупа да то это тоже будет безопасно то есть все мы закладываем сюда яйца как обычно варят кальмары обычно наливают воду и добавляют кальмары верно кипяток да вот чем чем хорош способ приготовления без воды как вы считаете ну то что кальмар более я уже прям вижу и чувствую предполагаю что он был осталье остается такой же как натуральный почему наталья не выварится не это вот волшебное слово не выварится не выварится воду не уйдет все из кальмара из кальмара все полезные все полезные нужные да то есть вода очень хорошо все впитывает в себя и забирает да все полезное чем богат кальман у нас кроме этого температура закипания воды 100 градусов правильно а мы с вами будем готовить на щадящем режиме то есть мы с вами поставим температуру 120 градусов то есть 120 градусов это температура нагрева внутри посуды мы будем придерживаться температуры не выше 90 градусов и это этого будет достаточно для того чтобы приготовить наши продукты вы знаете очень часто допустим не говорят как же так вот есть там допустим болезни траворные бактерии которые возможно не будут уничтожены да так вот хочу вам сказать то что мне когда-то сказал технолог дело в том что конструкция посуды такова что в процессе приготовления вот благодаря вот этому глубокому желобу и тяжелой крышки создается у нас такое водяное кольцо да который притягивает непосредственно посуду и бывает такой период когда мы за крышку можем поднять кастрюлю вместе со всем содержимым то есть происходит такой некий процесс знаете ну не не скажу вакуумирование да но понижение давления внутри соответственно мы знаем что при пониженном давлении мы можем готовить на низких температурах понимаете то есть мы получаем как технолог сказал эффект пастеризации да вот когда вы пастеризованное молоко мы теперь все знаем что это такое правда поэтому это очень удобно ольга можете сразу показать функцию очищения вот не убирайте раз мы начали об этом рассказывать потому что я думаю любая хозяйка будет этому рада правда потому что в принципе никто из нас не любит мыть посуду а тут есть вот такая функция что наливается вода накрывается крышка а тут все очень удобно и и а и и и И еще очень красиво в том, что мы все заметили, что мы положили уникальность яйца без воды. Это тоже уникальное, вообще просто уникальное, еще свойство посуды, то есть позволяет также яйце сохранить все компоненты, и вкус, и сай, и любое, настоящее, настоящее. Ну, Ольга, давайте отключим, все понятно, да? Я бы хотела, чтобы мы попробовали, вот что у нас получилось там с этим волшебным сиропом токиналбура. Татьяна, пожалуйста. Рассказывайте. Так, Юлия, волшебный напиток, можно было бы токиналбура еще пять часов. Да? То есть не сладко? Не сладко. Да, чуть-чуть можно было. Так наоборот, это хорошо, все натурально. Натуральный вкус. Хорошо. Юлия, можно поставить камеру и попробовать тоже. Да, друзья, всем здравствуйте, спасибо за то, что вы присоединяетесь к нам. У нас здесь готовятся кальмары. Вот я, например, уже даже запах чувствую кальмара, чувствуете? Да? А там вообще, там образовалась какая-то жидкость? Сейчас мы посмотрим. Да, мне вообще как вот это? Просто ссорить. Смотрите, я чувствую, что идет запах, значит, крышка уже у меня горячая. Я могу уменьшить температуру на 90 вообще, да? И я думаю, что будет вполне достаточно. Здесь очень удобно по плите выставить таймер. Я думаю, пять минут мы поставим, этого будет вполне достаточно. А мы будем использовать чашу для горячего приготовления и приготовим, вы знаете, такой очень позитивный супчик. Мне очень нравится, он красивого будет зеленого цвета. Посмотрите, из одного ингредиента всего. То есть у нас будет молодой горошек вот замороженный, да? Мы его закладываем в чашу для горячего приготовления, наливаем туда воду и ставим на функцию горячего приготовления. Ольга, расскажите нам про эту функцию, что у нас за чаша, что мы можем готовить в этой чаше. Наталья, а вам я дам задание. Нам нужно будет порезать, ну, произвольными кусочками, как вы хотите, морковь. У нас сегодня будет по рецепту Анжелы Павлюченко рыбка под какими-то облаками, под нежными облаками, что-то вот как-то так у нее было красиво названо. И эта рыба будет готовиться у нас на подушке из моркови и лука. Поэтому мы нарежем морковь, да? Да, всем хозяйкам рекомендую нож. Также показываю нож, без которого я вообще не обхожусь. Такого, к сожалению, ножа у меня еще нет в моей коллекции, а вот такой у меня есть. Я всем рекомендую. Я обязательно еще приобрету такой нож. А что вы им делаете? Зачем им только нож? Вот все делаю. Ну, я к маме и себе что-то дам. Да, вообще, это нож для овощей, да? Кстати, все женщины его любят. Органичный очень. Он такой, кажется, на внешность простой, но когда вы будете пользоваться, вы вспомните мои слова, и он также закончится. На самом деле, да, он только с виду простой. Это вообще эта коллекция профессионал называется, да, это очень хорошая сталь. То есть, естественно, вы будете, ну, знаете, даже в таких вот мелких вещах, казалось бы, да, но, знаете, мы много времени тратим на подготовку продуктов, правда? И поэтому хороший нож – это очень важно. Ольга, рассказывайте. Вот я поставила горячую чашу, загорелась, и здесь красненькая. Здесь горошка, я не знаю, как хотите, Ольга, потому что есть вариант приготовить суп-пюре, а если приготовить суп, просто будет горошек цельный на функции здоровая варка. Мы приготовим суп-пюре сегодня, да? Хочется вот такой структуры. Давайте посмотрим, как... Это вот самая первая функция, готовится за 18 минут труда, нужно приложить только в первую программу и нажать кнопочку «Связь». Да, и не забыть положить продукты, да. Самое главное, да? Да, отлично. Ну, что, мы двигаемся дальше. И у нас сегодня будет еще... Я хотела еще, чтобы мы сделали с тобой, Ира, десерт из груши. Значит, смотри, что нужно сделать. Нужно будет грушу разрезать пополам, тянуть оттуда, насколько это возможно, серединку. И мы эту грушу нафаршируем сыром. Вообще, это блюдо готовится в духовке. Но, расскажите, пожалуйста, почему мы не любим духовку? Ну, потому что там при высоких температурах все полезные свойства и сжигаются. Верно, потому что там всегда используется высокая температура, правильно? Это раз. Во-вторых, процесс приготовления в духовке сколько времени занимает? Мога-то есть, расход электроэнергии. Конечно, конечно. То есть, мы должны понимать, что это большая трата электроэнергии от, соответственно, наших денег, правильно? Так, мы... Вот у нас прекрасная морковь. И у нас будет еще лук. Лук. Мы еще лук порежем. Да, я тебе сейчас, Ирочка, все дам. Держи. Тебе. И нож. И нож тебе тоже дам. Это напополам, да? Да, напополам. Так, и тогда мы сделаем... Смотрите, Наталья, у нас мы сегодня для рыбки будем использовать вот такой гриллер. Да. Да, закладываем сюда морковочку. Отлично. Ой, такая красота. Отлично. И сюда же мы лук добавим. Угу. Сейчас. То есть, смотрите, мы, в принципе, можем гриллере жарить, да? Если бы мы хотели пожарить, мы бы нагрели предварительно. А если мы хотим сделать сегодня на такой морковно-луковой подушечке, то мы сначала закладываем в холодную посуду, да? Можно маленькую? Можно. И мы сюда заложим. И мы сюда заложим также лук, да? И... А, самое главное, я забыла сказать. Значит, смотрите, так как у нас рыбка будет типа как будто бы в облачках, мы для этой рыбки сделаем сейчас облачки, да? Значит, так. Так, Юля, отдаю тебе камеру. Так, Юля, отдаю тебе камеру. Наконец-то. Да. Отдаю твои надежные руки. Так, ну, смотрите, у нас подушка такая достаточно мощная. Сюда мы заложим рыбку. И сделаем облачки. Облачки. Вы знаете, в принципе, в это блюдо можно не добавлять масла, да? Но, честно говоря, я просто знаю, что морковь любит жир, да? То есть лучше усваивается, соответственно, правильно? Поэтому можно буквально слегка сбрызнуть маслом. И я сюда закладываю нашу... Это нефта, по-моему. Нашу рыбку. Вот так у нас будет рыбка. Здесь. Овальный гриллер, Ира, расскажи, почему ты выбрала овальный гриллер? Ну, во-первых, он красивый. Он очень красивый. Да. Очень, очень, очень. Да, нравится, очень, да. Ну, во-вторых, мне нравится то, что можно положить целую рыбу туда, и будет красиво смотреться и приготовиться все. Или там курицу там полностью тоже. Верно. Вот такой продолговатый. Можно подать на стол. Очень красиво. Красиво, да. В этом же, прям, да, грилле. Прям вообще... Да, да. Потому что крышка у нас является подставкой, да? Да. Я прям буду использовать для сервировки стола. Ну, для подачи на стол. Отлично. 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 Ну что, так как у нас готовятся кальмары и яйца, это у нас будет салат. Давайте мы сделаем, выложим салатик наш. Значит, смотрите, что у нас будет в салате. У нас будет, ну, сам салат. Вот салат, рукола у меня здесь есть. Почистим от пленки грейпфрут. Да? Делаем. Ольга, присоединяйтесь. Берите. Вот зелененький. Зелененький. Зелененький уже от вас ушел. От шкурки, да. От шкурки и от пленочек убираем, ладно? Давайте. Мы сделаем, мы можем сделать, вот, кстати, знаете, я очень люблю подносы наши, потому что мы можем сделать салат прямо на подносе. Хотите? Вот так. Да, и так же подойдет на стол, да. Особенно сейчас, лето, может быть, это можно вынести прямо на улицу. Ну да. Ничего не опасаясь, да? Натаня, держи тогда, можешь выкладывать сюда руколу. Смотри. Так. А мы сейчас с тобой выберем посуду. Так. У нас сюда соль не пометит. Так, не пометит. Она красивее. Мы, конечно, ножки, да? А мы сейчас сделаем с тобой. Я бы обрезала ножки чуть-чуть. Или полезать как? Все, что хотите. Вот так. Давайте вот это туда поставлю, пока мы закроем. Смотрите, так как мы будем фаршировать груши, можно срезать донышко для того, чтобы они стояли поустойчивее. Мы хотим много сыра. Поэтому мы можем чуть-чуть сделать это побольше. И смотри, мы сейчас с тобой это наношируем, знаешь, чем? У нас будет пармезан и голубой сыр. Так? Вообще, сочетание груши с сыром, с плесенью, мне кажется, это самое лучшее, что вообще придумала кулинария. Поэтому, давай, Ир, я вот это сделаю, а ты тогда то, что ты умеешь делать, измельчи, пожалуйста, мне пармезан. И вот уже совсем чуть-чуть. Покажешь, как это все у нас делается. Честно говоря, в обычной жизни обычные хозяйки это бы натирали на терочке. Правильно? Нам, слава Богу, не надо мучить свои руки. А это туда же? Нет. Это мы порежем. Он так не делается. Давай, накрываем. Покажи, расскажи, пожалуйста, про нашу. Да, вот этот ножичек, он сейчас быстро до нам перетрет. Как будто бы мы дергли, если мы 5 минут задергли. Давайте. Я думаю, за 5 минут даже это невозможно сделать. Тут засекнул. Да. Давайте я дальше. Открытые наши груши. У меня сегодня была такая альтернатива. Можно сделать из груши десерт, а можно сделать из груши десерт. И все, и все, и все, и все. Значит, смотри, Ирочка, мы закладываем сюда. Сейчас я тебя научу. Груши сейчас, знаете, достаточно плотные. Я думаю, их сложновато есть в сравнении, наверное. Как вы думаете? Я вот эти стучки сюда положу, можно? У меня безоткорбная. Альмон мы будем использовать для салата, да? Да. Да. Для салата мы можем, кстати, сделать, знаете, апельсиновый. Я хотела соус сделать, но это если у нас хватит времени. Так, смотри, Ир, как мы делаем? Значит, мы немножечко сыпем, да, немножко. Возьми ложечку маленькую себе. Каждую, да? Да. Каждую. После этого мы кладем наш сырок. Так. И сверху мы еще подсыпем чуть-чуть пармезана. Так. Это что-то невероятное. Ой, давайте побыстрее делать. И будем пробовать. Так. Ну и представьте, вот если бы мы это блюдо хотели бы сделать в духовке, да? То есть, представляете, духовой шкаф. Как его нагреть, сколько времени в нем готовить. Так ведь? Да. То есть, сейчас, подождите. Я чуть-чуть за вами не успеваю. Чуть-чуть не успеваю за вами. Так. Я думаю, что сегодня подсыплю. Да? Ну, надо сначала попробовать. Друг тебе не понравится. Я думаю, что у меня шлемки. Я по-другому образу лет восемь не знала, что так можно сыр делать. А, да? Вот так. Ну, только научилась нормально. А мы же можем делать не только, да, в сковородочке, но и в сотейнике. Конечно. Конечно. Мы можем и в кастрюле это сделать. И в кастрюле, Юлечка, в твоей можем сделать. Дело в том, что у нас вообще-то посуда, она абсолютно универсальна, да? То есть, в любой посуде, где мы можем и пожарить, и сварить, и испечь. Правда ведь? Давай потенечку. Я на Наталью смотреть не могу, прям любуюсь ею. Посмотрите, она абсолютно другая стала, да? Абсолютно. Абсолютно. Так, накрываем крышечкой. А где крышечка? Ищем где-то, где-то должна была быть крышечка. Что, нет крышечки? Ну, хорошо. Так, смотрите, то есть вот и у нас получилась духовочка миниатюрная, правильно? Значит, мы ставим у нас, ну, я думаю, на 160, для того, чтобы мы это быстро сделали. Соответственно, дальше, когда прогреется, можно будет уменьшить температуру. И все, да? То есть наша задача, чтобы максимально быстро сейчас образовался конденсат. И чем хороша посуда? Потому что очень часто меня спрашивают, ну, вот как крышке, было бы хорошо, если бы она была стеклянная и так далее, да? На самом деле металлическая крышка, очень хорошая теплопроводность. За счет этого у нас и происходит процесс, как в духовке, да? Как бы с двух сторон у нас происходит подпекание. Ну, и для серверовки очень красиво. Да, Наталья, я спойла это уже, я спойла. Да, мне просто нравится, да, чтобы подать на стол. Отлично. Ну, давайте проверим, что у нас вот в той сковороде. Получилось. Она уже отключилась у нас, да? Вы спрашиваете, сколько воды, да? Да, да. Влата, да. Проходите, Татьяна, проверяйте все. Представляете, если была вода, то сжигала вода. Да, она же с сока, этот сглой, вот этот сок. А на сколько минут? Так аккуратно можно положить. Еще есть больше, если воды. Не пользовалась, ну, чтобы не надо куда-то ездить. Да, поверхность. Есть хороший способ проверить, сварились ли яйца. Давайте, ну, покрутим. Я еще ела. Покрутим, да? Покрутим яйца. Я не послышала, цепь оливает. Да, я его пробовала. Без воды я не могу. Смотрите, яйцо сварилось. Кальмар, посмотрите. И посмотрите, сколько влаги. Вот представляете? Ну, кальмар по виду, видно, что он приготовился, да? Нет, нет. Отлично. Значит, Наталья, мы тебе поручим почистить яйца, положить в салат. Кальмар немножко позже, пусть он остынет. Ну и Наталья, покажи, как эту сковороду можно сервировать на стол. Как? Крышку кладем? Да, я крышку поставила. Давайте, ставим крышку. Да, я просто показываю. Да, давай. Крышка можно так прямо поставить на стол гостям. Конечно. И вам не будет стыдно перед гостями, чтобы вы в кастрюле. Красота. Правда? Будет красиво все блюдо, да? У нас шипят груши. Значит, раз они шипят, уже, значит, там прогрелось все, да? Значит, смотрите, мы уменьшили температуру, но и, я не знаю, давайте поставим минут на 15-20, наверное, да? Для того, чтобы у нас и сырок расплавился, и груша протушилась. Будет 20 минут на 100. Так, ну и самое сложное, то, что нам сейчас нужно будет сделать. А, это мы еще не сделаем. Поможете меня из Елиночистить? Что? Почистить, говорю. Давайте я... Такой, да-да-да, кропотливый труд такой. А, да? Хорошо. Значит, смотрите, что мы еще сделаем. Нам понадобится... Так, смотрите, что мы еще с тобой сделаем. Мы с тобой, наверное, еще измельчим немножко пармезана. Давай еще его измельчим. Да, слава его отворились с грузитом. Так? Ты почистить. Почистить. Давай, измельчаем пармезан. Поехали. Аот. Д lambа. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дальше самое здесь Мы с Вами не будем использовать Принцип 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 Похожий Но в данном случае мы будем использовать наш замечательный дрейлер И выкладываем наши облачка Субтитры делал DimaTorzok Наношу Ваши облачка Чем хорош этот триллер, тем, что у него крышечка высокая, поэтому очень хорошо все должно у нас получиться. А туда чеснок не надо? Чеснок, ну вот ты знаешь, вон там где-то я видела его. Давайте заложим куда-нибудь. Ирочка, вот посмотрите, здесь все, да, у нас нет вообще, все взбилось, да? Да, исключение. Ирочка, закладывайте. Вот наша облачка. Ну как, так приятно, я каждый раз что-нибудь вижу новое, от чего я не разговариваю. Да, вообще, да. Ну, я очень рада, что удалось вас сегодня тоже уделить, потому что вы уже сколько ходите. Болезный, красивый. Это такой квест, да? И вот видите, куполообразная крышка, за счет этого очень удобно мы накрываем, да? Мы ставим так же, температура у нас будет средняя, порядка 160. А вот обычная статей 160, это сколько от 1 до 9? Если от 1 до 9, то или 4, или 5, в зависимости от того, как нагревается посуда, да? В принципе, смотрите, если вы не новичок, можно всегда немножко больше включить, да? Что может произойти в этот период? Когда вы включаете температуру побольше, у вас просто нижний слой, он чуть-чуть подпечется, и будет такой запах гриля. Ну, мне, например, это очень нравится, да? Вот, поэтому, ну и плюс это ускоряет процесс, вот и все, да? Так, ну, давайте посмотрим, что у нас получилось. Мальчика, вот я хочу, чтобы вы сюда налили, держите вам, поварешку. Держите. Какая поварешка. Салат, мы сейчас соберем еще салатик, когда он будет. Еще будет салатик. Так, у нас я пойду сюда. Так. Свет лета. Тарелки цвета лета. Ну, посмотрите, какая красота у нас. Еще одну поварешечку, пожалуйста. Супер. И теперь смотрите, что мы сделаем. Вот так нужно взять сливочки. Вот такая красота у нас получилась. Красота. Так. Теперь мы собираем салатик. Значит, смотрите, что у нас в салате. Значит, у нас кальмары. О, одно яйцо потерялось. Давай, чуть-чуть. Спасибо большое, Катя. Держите. Вот яйцо. Значит, давайте у нас разберем кальмары, Маша. Ну, что-то, чуть-чуть. Потеряем кальмары. Так. Я, кстати, знаете, хочу, чтобы, может быть, Юль, если ты там достанешь вилочки, чтобы мы попробовали, какой нежный кальмар у нас сварен без воды. Вот просто, ну, без заправки, без ничего, чтобы вы попробовали натуральный вкус натурального продукта. А сколько поварили его? Пять минут? Девять. Очень много. Смотрите, мы ставили таймер на пять минут, да? Но открыли мы позже. Почему? Для чего? Потому что сам там доготавливается. Верно. Верно. Потому что процесс приготовления продолжается, за счет термака мылирующего дна. Ну, за рубашем все открыли. Открывать, конечно, можно, но желательно не открывать, потому что, тем более, если мы хотим, чтобы сверху у нас чуть-чуть запеклось. Я хотела показать, что там получилось. Еще не получилось. Мы же еще там готовим, по-моему, нет? Да. По-моему, по рыбке мы еще... Таймер не ставили. А, мы еще не ставили таймер? Нет. Давайте поставим таймер. Мы на рыбе не ставили таймер? Ну ладно. А на груши поставили? Да. На груши поставили. Вот вы знаете, честно говоря, вот мужчинам рекомендуют всегда вот эту водичку выпить. Это натуральный сок. И когда готовится, если это постоит, оно даже желируется, да? Наверное, замечали, когда рыбку мы так делаем или мясо. Поэтому это натуральный сок наших кальмаров. А салатом это просто листья салата, да? Это просто листья салата. Дальше Наталье, доверяю вам, разложить все остальное. Держите. Так, яйца мы можем сполоснуть, чтобы вот этих мелких шкарлупочек у нас там не осталось. Шкарлупочка, можешь мне сюда наливать водичку? Пополощем чуть-чуть, и ладно? Чтобы не было скарлупы. Так, рыбка у меня, смотрите, я вот могу потрогать. Крышка еще такая, достаточно прохладная, да? Но я могу уменьшить на 160. И давайте я поставлю таймер тоже минут на 20. Так. Отлично. Так. Грейпфрут, Олечка, мы тоже туда кладем. Так. Грейпфрут у нас будет там. Да. Ой, лимоны можно туда не класть. Будет сильно кисло. Лимоны у нас должны были пойти вдруг в какое-то место. Знаете, мы их используем для рыбки. Мы сервируем с рыбкой, да, лимончик? Будет очень хорошо, я думаю. Да. Лимончик. Я, честно говоря, хотела сделать еще соус апельсиновый для нашего салатика. Я думала, что мы соус сварим, но мы его не будем варить. Мы сейчас сделаем немножко соус по-другому, для того, чтобы нам успеть все сделать. Значит, смотрите, Наталья, ваша задача – разрезать апельсин и выжать из него сок. Ну, я вам сейчас дам емкость. Мы сделаем с вами соус. Да, мы сделаем заправочку для нашего салатика. Давайте, Петушка, отдай им яйца. Так, отдадим яйца. Яйца у нас тоже салатик. А что там еще за травка? Травка любая, там рукола и салаты, разная смесь салатиков. Вот, посмотрите. Кстати, вот яйца перепелиные можно разрезать и показать, что они прекрасно сварились. Наталья, получится у вас разрезать? Конечно, получится. Таким-то ножом у меня получается все. Отлично. Я вам могу показать, что даже на четыре части могу. А надо изменить? Нет, я просто демонстрирую, что я могу все. Вы можете все изменить, что тут усказано. Да, да, да. Прямо мне нравится. Ну, конечно, для этого надо пополам, чтобы красиво было. Да, да. Отлично. И чтобы у нас мы поняли вкус продукта, да? Да. Отлично. Так. Оля, я тебе дам салфетки, чтобы ты там у себя порядочек не давал. Держи. Держи. Морочные сухие. И, пожалуйста, сухие и влажные. Так, смотрите. Из апельсина мы достанем косточки. Нам они... Что у нас там шипит? Где? В каком месте? Вы не знаете? Не открывай, пожалуйста, Юля. Следи за ней. Уменьши температуру. Следи за ней. Да. Это же посту, можно сказать, для ленивых. Ой, я запах чувствую. Это для того, чтобы не оставить. Красиво. Бежи, бежи. Раскладывай. Да. Я сделаю заливочку. Чтобы вы сразу все вот тут подать. Оля, дай мне сладочек. Не для ленивых. Я чувствую запах сыра. Да, да. Чувствуете? Да. И какая там температура? 90. 90. Смотрите, 90 у нас при этом все... Так, смотрите, что мы сделаем. Мы выдали сок лимона. Ой, апельсина. Апельсина, спасибо. Следите за мной тоже. Я никого не обманула. То есть выдавливаем. Значит, этот соус может быть сварен. Может быть сварен, да? Тогда бы мы использовали его, наверное, с цедрой полностью. Да, в общем-то, можно было и так сделать. Но так как нам всегда некогда, мы сделаем немножко по-другому. Ой, Оль, ты можешь открыть? А ты как мокрые у меня? Так, мы добавим немножко, у нас здесь есть... Ой, спасибо, спасибо, спасибо. Так, мы добавим горчицу. Мы знаем, заправки много не бывает. Мы любим много заправочек. Ира, там внизу у меня есть сушеный чеснок. Немножко сушеного чеснока. Немножко добавим вкуса соевого соуса. У нас немного есть такой вот соевый соус. На основе соевого соуса? А, спасибо, да. Но он такой вот, ух, собственно, небольшой. Ну, с кислотой какой-то. А, кстати, давайте вот сюда мы можем тоже, кстати, лимон немножко добавить. Немного. Чесночок. Ой. Вот у нас сушеный чеснок. Можно добавить абсолютно любые ваши любимые специи. А сладкое надо сюда? Давай сироп. Ой, чуть-чуть сиропа. И оливковое масло. Немножко сиропа. Вот принцип соуса. Мы уже с вами разбирали, что там должно быть? Ну, и все вкусы. И сладкие, и кислые, и что там, соленые, да? Да, да. И если нет противопоказаний, да, то можно и горький добавить, да? То есть калинский перец добавляют вот в эти соусы, да? И соевый соусы, это тоже дополнительный вкус. Ир, ты можешь мне подать ложку большую там? А, вот она, вот есть. Спасибо, Татьяна. То есть вот, и мы этим всем заправляем наш салатик. По-хорошему бы, можно было бы его перемешать. Но мы не будем портить эту тарелку. Это уже в тарелке перемешиваем. Да. Я думаю, он и так у нас заправлен. Это специальная ложка, да? Да. Это салатная ложка. Салатная ложка. Наталья у нас специалист. Заказала себе, да. Наталья, вот расскажите. Мне, конечно, очень понравилось, как вы об этом рассказывали. Почему я захотела... Да, почему вы решили заказать в центре вот именно сервировочный набор? Ну, потому что он вообще эксклюзивный. Я в своей жизни даже ни разу ни в одном магазине, нигде не встречала именно набор. Ну, я увидела там такие предметы, которые были, ну, давайте, в моем детстве. То есть в быту моей мамы. Это эксклюзивные соусники. Требформ, которые вам позволят, ну, налить соусы разных, ну, давайте, густоты, разной консистенции. Что я еще там увидела эксклюзивно? Это лопатку для десертов, для мороженого. Ну, я ожидаю свой набор. Ну, стыдно. Да, да, двенадцать предметов, двенадцать предметов, да? Да, я его люблю, да. Это набор, который, ну, давайте, я увидела предметы, я еще раз повторюсь, которые были в моем детстве, то есть которые использовала моя мама по форуме. А теперь будут в моем доме. На самом деле, столовая «Сереброр», да, то, что раньше передавалось по наследству всегда, это, конечно, полная коллекция, которую вы можете приобрести у нас в компании и получать каждый раз при сервировке такое эстетическое наслаждение, да? Так, давайте мы здесь чуть-чуть. У нас что-то отключилось, да? Татьяна, что у нас отключилось? Вот это, по-моему, все. Ага, это наши груши отключились, значит. Сейчас мы проверим их. Давайте вот это. А вот такой вопрос, не скромный, это мы потом все пробовали? Конечно. Тогда мне надо выпить таблетку заранее. Проблемы у меня есть, потому что можно, да? Конечно. Какие красивые розы, посмотрите. Ой, это то, что прям меня вдохновляет, вы знаете, мои цветочки. Какие красивые. Кстати, Фуксия, роза похожа с Натальей. У меня сразу ассоциируется с песней «Миллион алых роз». Ну, давайте посмотрим, что у нас тут получилось. Посмотрите. Это так легко и просто, что можно тортовать почти каждый вечер. Ну, каждый вечер, просто вечером прийти быстро. Я, конечно, первый раз вижу груши с сыром. Я думаю, друзья, мы все попробуем и вам расскажем, как это было. Давайте, у нас немножко мы не успеваем вам показать рыбу, да? Давайте мы все-таки ее откроем, покажем, да? Смотрите. Ой, как красиво. Да? Красота. То есть нам еще 12 минут надо, чтобы просто это все немножечко дошло, да? И я думаю, что мы это все сможем сегодня продегустировать. Ну, что, друзья, вот такой мастер-класс у нас получился. Спасибо большое. Спасибо нашим поварам, спасибо нашему оператору. Всем пока-пока. Пока-пока. Ну, а в завершение от оператора приходите на мастер-класс, попробуйте вкусную еду, вот, и вы будете здоровы. Спасибо, Юля. Спасибо огромное. Спасибо. Как вы хотите? Давайте. Давайте я выйду. Да, спасибо. Здравствуйте, друзья. Спасибо, кто присоединялся к нам. И до новых встреч.